Обучение происходит по примерам использования языка, а также, кроме примеров правильного использования языка, может поступать такая информация о том, что правильно ли использован язык или неправильно использован язык. В дальнейшем на этом будет застряно внимание, то есть могут быть как примеры, а также как да, правильно или нет, неправильно. Вот. Далее. Теперь, собственно, сама формализация Голды. Язык — это множество конечных строк над некоторым фиксированным конечным алфабитом. Целевой язык — это тот язык, который нужно выучить, собственно. Как уже я сказал, языки нужно учить по некоторой неявной информации, то есть примерам. Кто такой? Ну, обучающийся, можно сказать, или распознаватель. У него есть некоторые гипотезы о языке, и ему разрешается время от времени менять свои гипотезы о языке. То есть процесс происходит во времени. Вот этот обучающийся, он получает шаг за шагом все больше и больше и больше примеров, и на каждом шаге он может менять свои гипотезы об том, в какой язык он, собственно, должен выучить. Ну и, естественно, вопрос он такой, а как понять-то, что когда целевой язык успешно выучен? Вот. Это как раз производится посредством гипотез. На каждом шаге обучения распознаватель, он явно выражает свою внутреннюю гипотезу об L в виде некоторого конечного описания языка, которое, ну, мы считаем, что может как-то полностью описать этот язык. Эти описания называются гипотезами, и обычно мы фиксируем систему описаний возможных языков, пространство, гипотез. Вот. То есть на каждом шаге обучения обучающийся выдает свою гипотезу о том, что он вообще учит. Вот. Далее. Вот это вот я повторил то, что было на предыдущем слайде. И теперь уже совсем-совсем формально. Обучающийся M — это некоторое алгоритмическое устройство, которое шаг за шагом получает все больше и больше, но все же конечное число информации. На каждом из бесконечного числа шагов обучения M возвращает некоторую гипотезу о том, что же он все-таки учит. Вот. Далее. И он успешно выучивает целевой язык. Вот это вот в работе голос формулировано. Если вот по результатам этого бесконечного числа шагов в итоге он начнет выдавать все время одну и ту же гипотезу — H0, 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 H0 — не будет менять ее. И эта гипотеза H0 — это действительно настоящее описание целевого языка, который мы ему подавали на вход шаг за шагом к конечными кусками информации. А тут уже можно видеть следующее. Собственно, модель формализирована, но не полностью. Можно менять, собственно, что такое алгоритмическое устройство. Самое простое — это взять, ну, реализовать посредством машины Тюринга. Но, конечно же, здесь есть и простор для того, чтобы переходить к субрекурсивным классам. Например, это может быть автомат, обычный конечный автомат, какой-то вот преобразователь-трансдюсер, что-то, автомат с магазинной памятью и так далее и тому подобное. То есть по существу любой класс автоматов, который вам нравится, вот можно брать в качестве алгоритмического устройства. Но самое общее — это, конечно, наверное, машина Тюринга. Ну и, собственно, пространство гипотез тоже. Какое пространство гипотез мы взяли, от этого получаются разные модели обучения. То есть это, с одной стороны, уже формализованное понятие, но, с другой стороны, оно очень-очень общее. И, собственно, алгоритмическая теория обучения в целом — это огромная область. Вот некоторые авторы приведены. Сотни статей с работы года 1967 года уже вышли. И то, что я сегодня хочу рассказать, это такой небольшой кусок, собственно, алгоритмической теории обучения применительно к теории вычислимых структур, о которой уже Виктор Леоич в предыдущем докладе говорил. Ну тут, может, тоже стоит отметить, то, что это было как на Западе развивалось, вот, например, Англюин, Ленор Блюм, Эммануэль Блюм, ну и так и в Советском Союзе. Вот Барсдень, Фрейвальд, Трахтенброд, вот, то есть и как и на Западе, так и на Советском Союзе это направление, оно развивалось. Вот. Ну, собственно, давайте зафиксируем, то есть вот этот обучающееся алгоритмическое устройство, ему шаг за шагом подается конечная информация о некотором бесконечном объекте, он на каждом шаге выдает какую-то гипотезу из фиксированного пространства гипотез, и когда он выучил? Если в пределе он сходится к единственной гипотезе, эта гипотеза действительно правильно описывает целевой язык. Вот. Собственно, уже в работе Голда вот это я привожу цитату из работы Голда, выделено два, как бы сказать, модуса того, как можно учить язык. По позитивной информации, по только позитивной информации, как по позитивной, так и по негативной информации о языке. То есть обучение по тексту и обучение по информатору. Что такое текст? Просто на каждом шаге подается все новые, новые, новые слова, принадлежащие языку. То есть мы говорим обучающимся, что это слово принадлежит ли языку, другое слово принадлежит языку и так далее, а негативная информация никогда не поступает. То есть если слово какое-то не лежит в этом языке, наш обучающийся об этом никогда не узнает. С другой стороны, ну, более такая, может, естественная модель, по информатору. Он может подавать, говорить, вот это слово лежит в языке на одном шаге, он говорит, а вот другое слово в этом языке не лежит. Вот это обучение по информатору. Вот эти вот уже разделения, собственно, эти цитаты привожу, уже в работе Голда, оно есть. То есть тоже, наверное, запомним то, что вот есть разделение обучения по тексту, обучения по информатору. Вот, и, собственно, самый классический сеттинг алгоритмической теории обучения, еще мы до теории вычислимой структуры не дошли, то, что очень интенсивно изучалось и продолжает изучать до сих пор, это так называемое текст-экс-обучение или текст-экс-распознавание для вычислимо-перечислимых языков. Что здесь естественно? Наши, ну, собственно, есть, можно вспомнить об иерархии Хомского, и вот рекурсивно-перечислимые языки – это самый широкий, самый большой уровень иерархии Хомского. Вот. То есть наши целевые языки считаются – это вычислимо-перечислимые подмножество, множество натуральных чисел. У них есть совершенно естественная индексация, то есть конечное описание. Это что такое? Это стандартная вычислимая нумерация семейства всех ВП-множеств. Они занумерованы натуральными числами, но я напомню на всякий случай то, что число К лежит в множестве W и E, только тогда, когда программа машины тюинга с кодом E в итоге остановится, когда ей подаются К, как входные данные. Собственно, пространство гипотез автоматически восстанавливается. Возможные гипотезы – это натуральные числа, и их рассматриваем как индексы вычислимо-перечислимых множеств. Теперь. Пространство гипотез фиксировано. Что такое текст? Подаем только позитивную информацию о множестве. Формально это что? Это произвольная функция, всюду определенная, из натуральных чисел в натуральные числа со специальным символом, еще боттом, со следующим свойством. Мы перечисляем просто наш язык. Вот и все, посредством этой функции. То есть обозначение этой функции, ну, без специального символа, это L. Для чего специальный символ добавлен? Потому что пустое множество нам бы тоже хотелось учить, а его, конечно, T всюду определенный никак не перечислить. Поэтому пусть… То есть иногда нам наш текст не хочет ничего говорить про новые элементы, он просто говорит, ну, ничего я не показываю. То есть поэтому специальный символ добавлен. И что такое вот этот распознаватель или обучающийся? Это просто функция, действующая из… Вот ей подали конечный кусок текста на вход, и он выдает гипотезу. Гипотезу о том, индекс какого ВП множества ему пытаются научить. Вот. Так. Собственно, ну вот уже и определение. Вот это обучающийся M, текст Tx распознает или текст Tx обучается вычислимому-перечислимому языку L. Если для любого текста T для L выполнено следующее. Во-первых, в пределе он сходится к одной гипотезе. Вот. То есть существует предел. Подаем все больше и больше конечные сегменты текста. В итоге он сходится к какому-то фиксированному натуральному числу Е созвездочек от T. И вот этот Е созвездочек от T – это в точности один из индексов нашего языка L. Вот. И, собственно, так мы можем распознать один язык, а как распознать семейство языков, просто пусть он для каждого… пусть этот один и тот же лернер, ну, обучающийся, извиняюсь, он пусть каждый язык таким образом распознает. Что здесь стоит отметить? Пока мы не ставим никаких ограничений на тюринговую сложность этой функции. В принципе, это может быть произвольно-тюринговая степень функция. И что еще тоже важно, то что текст имеет тоже произвольную тюринговую сложность. Это невычислимый текст, это просто какой-то бесконечная бинарная строка произвольной сложности. Вот. Ну и стоит пояснить, что за аббревиатура здесь. TXT – понятно, обучение по тексту, то есть подается только позитивная информация о множестве. Мы говорим, семерка лежит в множестве, если пятерка не лежит в множестве, наш обучающийся об этом никогда не узнает. X, собственно, это explanatory learning. Обучение по объяснению – это соответствует критерию успеха. То есть вот успех – это означает, что в пределе сошлись к единственному пределу – это вот этот индекс нашего множества. Есть огромное множество различных других критериев успеха. Поведенческие, корректные, с конечными изменениями и так далее, и тому подобное. Но вот это одно из самых классических, вот это explanatory, это как раз соответствует этому успеху. Вот это текст, текст. Ну и, собственно, нужно привести примеры. Например, семейство всех конечных множеств можно распознать таким образом с помощью даже вычислимой функции, вычислимого обучающегося M. Это делается довольно просто. Во-первых, ну тут я некоторые вещи из теории рекурсии все-таки приведу. То, что есть у нас стандартная нумерация семейства всех конечных множеств. Вот она на слайде определена. Потом, за счет того, что вот эта нумерация семейства всех ВП множеств является универсальной, есть такая сводящая функция G от X. И теперь все довольно-таки просто. По тексту T на шаге S мы вытаскиваем его контент, его содержимое. То есть конечное множество чисел, которые уже перечислены. Ну это конечное множество, ладно. Находим его индекс, перетаскиваем этот индекс в нумерацию всех ВП множеств и выдаем эту гипотезу. Вот и все. Таким образом, естественно, за счет того, что каждое множество конечное, мы в итоге сойдемся на правильный индекс того, что текст нам перечисляет. Одна и та же вычислимая процедура распознает все это бесконечное семейство. Более сложные примеры, тут я уже, наверное, не буду так подробно рассказывать. Любое непустое конечное семейство в вычислении перечисленных множеств также распознаваемо таким способом. Но посуществует тот же самый алгоритм, все сводится к конечному семейству, к конечному конечному набору конечных множеств. Семейство из натуральных чисел, выкидываем по одному элементу, вот это счетное семейство также будет распознаваться вычислимым распознавателем. И вот это один из первых результатов голода. Может быть, все-таки почти все распознается? Ну, конечно, нет. Если в семействе К содержится, во-первых, бесконечное ВП множество W, во-вторых, все его бесконечные ВП подмножество, то нетрудно сделать диагонализацию, убедиться, что какой бы сложностью распознавателя ни была, распознать вообще никак никогда не получится. Вот, то есть есть и нераспознаваемое семейство, довольно-таки тоже нетрудно устроены. Это уже тоже классический результат голода. Вот. То есть, ну, на этом я вот про текст, текст, лернинг, наверное, закончил рассказать. И, собственно, вот в чем новые содержимые доклада. Мы обсудим обучение по информатору для семейств вычислимых структур, а также, ну, если хватит времени, я постараюсь это подробно осветить, как вот это обучение, оно связано с непрерывной сводимостью для отношения к валентности на пространстве Кантера. Вот. А следует отмечить сразу дисклеймер, то, что в 2000-х Фрэнк Штефан и его соавторы, они развели другой подход для обучения геологическим структурам. У них подход в чем заключается? Они фиксируют вычислимую копию структуры и, например, пытаются распознать все вычислимые-перечислимые идеалы в данном вычислимом коммутативном кольце или все вычислимые-перечислимые замкнутые множества в данном вычислимом-перечислимом матроиде и так далее. То есть там подход другой. Структура фиксируется и пытается распознаться какое-то естественное семейство под структуры или идеалов и так далее. А у нас именно семейство вычислимых структур. Так, ну, собственно, первая часть. Да, про вычислимые алгебрические структуры Виктор Леоич уже в своем докладе сказал. Я, наверное, долго не буду на этом останавливаться. Только скажу, что мы рассматриваем, ну, мы, как и ранее, рассматриваем не более чем счетные алгебрические структуры. Все структуры имеют конечные сигнатуры. Ну и структура вычислима, если все ее предикаты и операции вычислимы. И вычислимую структуру можно отождествлять с ее атомной диаграммой, которая, в свою очередь, рассматривается как вычислимое подможество натурального ряда. И вот, собственно, парадигма обучения. Вначале расскажу неформально, а потом дам все формально определения нужные. Она, по существу, восходит к интересной монографии Мартина и Ошерсона «Элементы научного исследования 1998 года». Здесь следует отметить, что книжка интересная. Ошерсон, если я не ошибаюсь, он профессор психологии. То есть она написана интересно, там излагается некоторый философский подход в совокупности с математическим аппаратом. Более современное изложение это уже впервые возникло Екатерина Фокина, Тима Кетцинга и Лука Санман, 2019 год. Собственно, в чем заключается парадигма? Есть фиксирована конечная сигнатура, есть, можно считать, равномерно вычислимое семейство вычислимых структур. Мы хотим выучить не сами структуры, например, с точностью до равенства или какой-то другой эквивалентности, а структуры с точностью до изоморфизма. То есть распознать, существовавшись изоморфной структурой или нет. Шаг за шагом обучающийся получает конечные кусочки, атомные диаграммы, изоморфные копии S, некоторые структуры из этого данного списка. Но здесь следует обратить внимание, то, что, как и в предыдущем случае, текст мог иметь произвольную тюнинговую сложность, здесь то же самое. Копия, она не обязательно вычислимая, а произвольная нашей структуры. На каждом шаге, как и ранее, вот этот обучающийся выдает некоторую текущую гипотезу о типе изоморфизма S. Он говорит, сейчас мне кажется, что по тому конечному куску, который я получил, что моя входная S изоморфна, например, А5 из этого списка. И процесс обучения сошелся. Если гипотезы M в итоге стабилизировались, то есть с некоторого момента времени он начинает всегда говорить, S это копия АИТОВА, АИТОВ со звездочками здесь, не меняя вот эту свою гипотезу, АИС со звездочкой, со звездочкой, со звездочкой и так далее. И это действительно правильная гипотеза. То есть входная S действительно была изоморфна, АИС со звездочкой. Ну и здесь следует отметить, я в прошлый раз это не сказал. Мы здесь заботимся только о том, чтобы он распознавал правильно структуру из нашего списка. Если S не является копией структуры из нашего списка, то нам все равно, как этот обучающий себя ведет. Это тоже некоторое важное замечание. То есть если структура не из нашего списка, то это в определение не входит. Теперь, если хватит времени, я дам и общие формальные детали. Но для начала давайте попытаемся понять, как работать с конечными семействами вычислимых структур. Для простоты считаем, что у каждой структуры универсум – это все натуральные числа. Если универсум – все натуральные числа, то для каждой структуры, вне зависимости от ее сложности, можно построить канонический информатор. Это что такое? Это последовательность натуральных чисел. Берем для каждого натурального числа k ограничение нашей структуры. Сигнатура предикатная, поэтому все хорошо. Ограничение нашей структуры на вот этот универсум от 0 до k. Как-то кодируем в одно число код атомной диаграммы вот этой конечной структуры и получаем вот такую бесконечную последовательность натуральных чисел, элемент пространства Бера по существу. Теперь у нас есть конечное семейство бесконечно вычислимых структур, и в этом списке мы считаем, что все они попарно-низоморфны. Вот уже и формальное определение. Infax – изоморфизм обучающийся, или просто Infax, потому что мы обучаемся с точностью до изоморфизма, этот нижний индекс я всегда буду опускать. Ну, стоит сразу отметить, можно не с точностью до изоморфизма, а с точностью до элементарной эквивалентности, с точностью до изоморфной бивложимости, вот в работе Фокина и Кютсенга-Санмаура было и так далее, с точностью до любой эквивалентности, разумной на алгебрических структурах. Вот. Ну, мы здесь только с точностью до изоморфизма, поэтому этот индекс будет опускаться. Это функция M, опять-таки, произвольной сложности. Такая, что ее входы – это коды конечных L-структур с носителями, конечный начальный сегмент натурального ряда. На выходе она может выдавать либо одну из догадок А0, А1, АНТ, вот это вот, это вот, либо, ну, для, на самом деле, технических деталей мы добавляем вопросительный знак. Иногда мы можем воздерживаться от гипотез. Мы говорим, ну, что-то получили, мы говорим, ну, мы не знаем, что мы получили, этот вот обучающийся вопросительный знак выдает. Вот. Ну, и главный критерий успеха. Если все-таки S была изоморфна одной из этих структур из этого списка, понятно, ее универсум от натурального числа, то наш обучающийся в итоге угадает тип изоморфизма, то есть то, что он выдает на выход, сойдется к натуральному числу I, и это I – это как раз номер нашей структуры из списка. Вот. Ну, и опять я подчеркиваю, что входная копия может быть произвольной чилинговой степени, вообще говоря, то есть она сколь угодно сложная. А вот эти структуры вычислимые, вот эта структура, то, что на вход подается, может быть сложным. Ну, и опять пояснение вот этих вот аббревиатур. INF – это обучение по информатору, потому что мы получаем как позитивную, так и негативную информацию об атомной диаграмме. EX – по-прежнему это обучение по explanatory, объяснение. Вот. Так, это я вот повторил. Ну и понятно теперь, семейство К будет называться INF-экс-распознаваемым, если для него существует INF-экс-распознаватель. Вот. Примеры. Такое время у них еще есть. Да, и дайте, наверное, два примера из трех разберу. Самый простой пример какой? Есть два бесконечных неориентированных графа G1, G2. G1 содержит бесконечно много циклов размера 3, ничего больше. G2 содержит бесконечно много циклов размера 4, ничего больше. Алгоритм обучения очень простой. Ждем, пока не покажется цикл размера 3 или 4. Пока не показался, ну, мы не знаем, что нам пришло. Как только цикл показался, сразу начинаем выдавать всегда G1, если цикл был размера 3, и всегда G2, если цикл размера 4. Понятно, если исходная входная структура была копией либо G1, либо G2, то мы правильно угадали тип изоморфизма в пределе. Так, это ты, наверное, пропущу. Вот более интересный пример содержательный. Это пара ординал омега против обращения ординала омега, омега со звездочкой. Вот. Здесь уже придется немного повозиться. На вход подается структура L. Это линейный порядок, и мы можем считать, потому что нас не волнуют структуры, не изоморфные структурам из нашего класса, что это копия либо омеги, либо, наоборот, обращение омеги, омега со звездочкой. Она подается по шагам. То есть на каждом шаге мы получаем все больше и больше кусок атомной диаграммы. Вот. Что мы делаем? На шаге смотрим на текущий наименьший элемент, текущий наибольший элемент. На этом шаге, исканиченном числе элементов. Задаем вспомогательные счетчики. По существу, что делается? Давайте пытаюсь объяснить. Мы смотрим, который из этих элементов был дольше. То есть это сколько шагов текущий наименьший элемент считался наименьшим, это сколько шагов текущий наибольший элемент считался наибольшим. Вот который наибольше считался, такая наша догадка. То есть если у нас долго-долго остается наименьший одним и тем же, ну это кажется, что это ординал омега. Наоборот, если долго-долго остается наибольший наименьшим, ну наверняка это омега со звездочкой, обращение ординал омега. Вот, собственно говоря, и все. То есть, понятно, догадки могут меняться очень часто, в отличие от первого примера, но если это действительно было либо Омега, либо Омега со звездочкой, то мы в итоге застабилизируемся и всегда начнем выдавать одно и то же, и эта догадка будет правильной. То есть, такой пример, что здесь следует подчеркнуть. Существуют конечные Сигма-2 предложения. В Омега есть предложение, как раз существует наименьший элемент. В Омега со звездочкой есть Сигма-2 предложение, существует наибольший элемент. И вот эти Сигма-2 предложения, они как бы отделяют Омегу и Омега со звездочкой друг от друга. И вот следующий результат покажет, что по существу ничего больше, ну, как бы существенно больше выучить нельзя, по модулю деталей, конечно. Но для того, чтобы пойти дальше, вот с синтаксическим описанием, нам придется ввести понятие бесконечных Сигма-Н формул. Что это такое? Нам понадобится только бесконечная Сигма-2 формула. Но здесь общее определение конечных уровней. На нулевом уровне это просто бескванторная формула. Бесконечная Сигма-Н плюс-1 формула – это счетная, не более чем счетная дизъюнкция формул вида. Существует Y-китая, Псиитая, где Псиитая – это бесконечная Пен-формула. Класс Пен-плюс-1 формул бесконечных определяется двойственно. Вот это все определение формул в духе Карпа, Криса Аэша и Джулия Найт можно полностью эффективизировать. Фиксируем оракул X, можно задать класс X вычислимых бесконечных Сигма-Н формул. Неформально говоря, что происходит? Вот здесь можно брать произвольные счетные конъюнкции-дизъюнкции. А вот в этих формулах можно брать конъюнкции-дизъюнкции только по X вычислимым-перечислимым множествам формул. Понятно, здесь нужны детали, что это вообще такое формально значит, как формулы с индексами сопоставляются и так далее. Но я вот дайте это не буду формально объяснять. И вот теперь оказывается, что тот пример омег-омега со звездочкой – это по существу и был самый сложный пример, который можно распознать с помощью этой парадигмы. Эта теорема уже неявна есть в монографии Мартина Ошерсона. Здесь следует подчеркнуть, что там язык совершенно другой. Там какая-то книга более популярная, поэтому можно извлечь на самом деле. Там это явно не сформулирует результат. Но новое доказательство дано вместе с Фокиной и Санмаура. Если есть конечное семейство вычислимых Аль-структур, тогда оно будет распознаваемо в этом инфэкс смысле в том и только том случае, когда существует бесконечное Сигма-2 предложение, которое в точности отделяют структуры друг от друга. То есть в структуре АИТа истинно-псижитое в том и только том случае, когда И равно ЖИ. То есть их можно друг от друга Сигма-2 бесконечными предложениями отделить. Но может быть этот результат не такой интересный, потому что Мартин Ошерсон тоже это можно извлечь. Но новое доказательство заключается в том, что это полностью эффективно. Если мы фиксируем уровень вычислимости, фиксируем оракул, то семейство будет распознаваемо с помощью X-вычислимого обучающегося в том и только том случае, когда существуют бесконечные вычислимые, X-вычислимые Сигма-2 предложения с таким же свойством. То есть теперь в чем значение по существу получается вот этого результата? Вся вот эта динамическая парадигма обучения полностью свелась к синтексису. Существуют такие предложения, вот и все. Небольшой комментарий давать у меня времени мало остается, я, наверное, немножко пропущу. Есть такие вычислимые по тюнингу вложения, определение можно не читать. Что здесь важно? Вычислимые по тюнингу вложения – это, грубо говоря, эффективно непрерывная функция из одного специального пространства топологического в другое. И вот это вот, то, что в этом доказательстве эффективно теорема 1 использовалось, это не случайность. Это во второй части будет понятно, откуда вообще этот момент возник. Вот. Ну и теперь, а раз у нас есть эффективная версия теоремы 1, мы можем работать по существу с синтексисом, проводить тонкий синтексический анализ и, например, получить такой результат. Каждое конечное семейство, которое распознаваемо в инфект смысле, оно будет распознаваемо уже распознавателем с оракулом проблемы остановки, ноль штрих, и более того, ну, можно было спросить, может, вычислимого распознавателя достаточно? Ну, нет. Существует распознаваемая даже пара структур А и Б, которая не может быть распознаваема никаким вычислимым распознавателем. Вот. Ну, понятно, это все опирается как раз на синтексический анализ, ну, который мы уже получили в эффективной теореме 1. Ну, давайте я сразу скажу, что с другими тюнинговыми степенями происходит, пока вот, ну, пока-пока не совсем понятно, я к этому вернусь. Так, давайте совсем кратко общий случай опишу. Когда мы говорим про бесконечное семейство, так же, как и в классическом случае алгоритмической теории обучения, все начинает очень сильно зависеть от того, какую систему обозначения мы вводим, то есть, как мы нумеруем наши, как мы кодируем, как мы нумеруем наши структуры. То есть, теперь что надо говорить? Эффективной нумерацией семейства бесконечного структур с точки до изоморфизма будем называть счетную последовательность, ну, отображение из натурального ряда в наш класс, такое, что эта последовательность структур равномерно вычислима, и она перечисляет, по крайней мере, все типы изоморфизма из этого класса. Вот. Таких нумераций, по ее, само собой, может быть много. И теперь нам приходится для бесконечных семейств распознавать с точностью до нумерации, само собой. Фиксируем семейство, фиксируем нумерацию, и семейство бесконечно распознаваемо, если существует вот этот распознаватель, такое, что выдает в качестве догадок индексы из этой нумерации. Вот. Ну и в классической теории алгоритмического обучения там есть огромное количество работ, какие нумерации будут оптимальными для распознавания для различных классов и так далее и тому подобное. То есть здесь все начинает зависеть от выбора этой нумерации. Но, тем не менее, теорема 1 все равно остается. Фиксируем класс, фиксируем нумерацию, неважно на самом деле. Она будет распознаваема с точностью до этой нумерации в том и том случае, когда есть бесконечная последовательность бесконечных сигма-2 предложений, также их отделяющих, то есть здесь этот выбор нумерации не зависит, потому что мы не накладываем ограничения на тюринговую сложность распознавателя. И уже вот эту теорему можно применить для естественных классов структур. Ну, например, если взять булево-алгебры, то можно распознать только одну булево-алгебру. Две булево-алгебры уже вообще никак нельзя распознать. Это из синтаксического анализа вытекает. Но более интересный результат про линейные порядки. Для любой конечной мощности можно построить распознаваемое семейство вычислимых линейных порядков. Бесконечных семейств таких не существует. Это тоже такой очень довольно трудный синтаксический анализ происходит. Что происходит вот с этими предложениями. Так, давайте я, наверное, вот этот пример пропущу и перейду к тому, как же все-таки это связано с непрерывной свадимостью на отношениях к эквивалентности. Я напомню, что польское пространство – это пространство сепарабельно метризуемое, такое, что оно, когда введем метрику, оно будет полным. Нам понадобится только, по существу, два польских пространства. Пространство Кантера, состоящее из бесконечных бинарных строк. Ну, метрика тут вот так водится. Оно гомеоморфно, стандартному Кантеровому множеству из анализа. И пространство всех счетных L-структур. Как оно задается? Фиксируем конечную сигнатуру, можно, используя подходящее кодирование, каждой L-структуре сопоставить, ну, с носителем, понятно, натуральные числа, сопоставить бесконечную бинарную строку. И таким образом мы, понятно, получили топологическое пространство всех счетных бесконечных L-структур, которое будет гомеоморфно вот этому нашему пространству Кантера. И вот непрерывная сводимость тоже откуда взялась. В дескриптивной теории множеств одна из очень популярных тем это изучение Боррелевской сводимости между Боррелевскими отношениями эквивалентности. Есть два польских пространства, есть два отношения эквивалентности на них, и одно Боррелевске сводится к другому, если существует Боррелевское отображение, которое действует инъективно на классах эквивалентности. Класс отображается в класс. Здесь мы будем работать с более сильной сводимостью. Это то же самое, только требуем, чтобы отображение было непрерывным. Это получается непрерывная сводимость. И вот теперь несколько обозначений тоже. Нам нужно, если дано семейство структур, все пространство моделей нам не надо рассматривать, надо сузить его на класс. То есть только в те бинарные строки, которые кодируют, изоморфные копии структуры из класса. И вот есть такое комбинаторное отношение эквивалентности Е0. Например, оно участвует в знаменитой дихотомии Глима-Глима Эфроса из дискрептивной теории множества. Это почти равенство бинарных строк. То есть найдется N такое, что, начиная с этого бита, эти строки равны. Отношение эквивалентности на Кантерском пространстве. Ну, ладно, хорошо, а зачем все это? Вот получен результат совместно с Виторией, Чаприаней, Лукой и Санмаура. Оказывается вот что. Фиксируем произвольное семейство L-структур, ну, не более чем счетное, понятно. Его эффективное перечисление фиксируем. И вот наша распознаваемость в том смысле, которая была дана ранее, она в точности соответствует некоторой непрерывной сводимости между отношениями эквивалентности, более точно. Существует непрерывная функция гамма, действующая из пространства всех L-структур в пространство Кантера, индуцирующая непрерывную сводимость, вот в этом смысле. Отношение изоморфизма на классе К, нужно взять класс всех моделей, сузить его на К, это все-таки понадобится. В это отношение Е0, это естественное отношение в дискрептивной теории множества. Такое, что, ну, непрерывная сводимость, а если расшифровать человеческим языком, структуры А и Б из класса К изоморфны друг к другу в том и только том случае, когда их образы находятся в отношении эквивалентности Е0 в пространстве Кантера. То есть, ну вот оказывается, что есть довольно естественная топологическая интерпретация, ну, по крайней мере, с точки зрения дискрептивной теории множества, того, что вообще происходит с этим распознаванием. Это, конечно, можно сказать, было ожидаемо, потому что для классической алгоритмической теории, извиняюсь, алгоритмической теории распознавания тоже есть параллели с топологическими эффектами. То есть это не то, что было бы неожиданно. И теперь, ну, тут мне уже надо завершать, что это нам дает? Получается, ну вот эту теорему я опять сформулировал, почему бы теперь не сказать, ну, вот, так сказать, заключение теоремы перенести на произвольный случай баррелевских отношений эквивалентности. Есть теперь уже произвольное семейство счетных и необязательно вычислимых Аль-структур. И это семейство, в принципе, может иметь мощность континуум. Почему бы и нет? Есть произвольное, ну, наверное, лучше баррелевское взять, отношение эквивалентности на Кантеровском пространстве. И тогда мы можем говорить, что К, Е распознаваемо, если... А тут по существу просто копируется заключение вот этой теоремы. То есть существует вычислимая, извиняюсь, непрерывная функция из пространства моделей в Кантеровское пространство, которая индуцирует непрерывное сведение из отношений изоморфизма на классе в это Е. Ну, вот, то же самое. Ну, казалось бы, ну, ладно. Вообще, имеет ли это определение смысл? Вот, естественно, вопрос уникает. Ну, мы скопировали просто теорему, почему нет? Давайте я все-таки покажу, я надеюсь, успею показать пару примеров, которые, надеюсь, продемонстрируют, что определение смысл имеет. Мы рассмотрим, если времени хватит, три комбинаторных отношения эквивалентности, которые изучаются в дескриптивной теории множества. Е2, так называемая, берется симметрическая разность двух бинарных строк и формируется вот этот вот ряд. Если он сходится, то строки являются эквивалентными. Ну, более-таки, может, экзотические, но с точки зрения теории рекурсии, они довольно естественные. Альфа развивается на так называемой колонке, и Е3, это что означает? Все колонки попарно почти равны. И ЕСЭТ, это что такое? Строки составлены из одних и тех же колонок. То есть, ну, вот эти, может быть, это понятно, отношение к колонке, эти, может быть, менее естественные, но они вот в теории рекурсии тоже, в принципе, естественных рассматривать. То есть, эти отношения люди изучают. И вот что получается, например. Берем вот это Е2, из дискульптивной теории множество, что известно. Из Е0 в Е2 есть непрерывная сводимость, обратно нет даже Боррелевской. Ну, но тем не менее, для, по крайней мере, не более чем счетных структур, у нас Е2 распознаваемость в точности совпадает с Е0 распознаваемостью, а в частности это означает, что есть естественное синтаксическое описание теоремы 1, которая была на предыдущих слайдах. То есть, это довольно естественное синтаксическое понятие Е2 распознаваемости. Она просто совпала. Это не очевидно, почему он должен совпадить. Потому что, видите, что они Боррелевски неэквивалентно вообще говорят в отношении эквивалентности. То есть, это не так очевидно. Второе. Ну, может быть, там все вообще совпадает? Ну, нет. Берем вот это, то самое Е3. Для конечных семейств Е3 распознаваемость в точности совпадает с Е0 распознаваемостью. Ничего неожиданного. Для бесконечных семейств можно построить равномерно вычислимое семейство. Е3 распознаваемое, извиняюсь. Не Е0 распознаваемое. Понятия различились? Ну, ладно. Есть естественное синтаксическое описание опять. Семейство не более чем счетное. Е3 распознаваемое в том и таком случае, когда есть семейство, состоящее из бесконечных Сигма-2 предложений. Я попытаюсь неформально за оставшиеся несколько минут пояснить, что здесь написано. Каждая Сигма-2 формула, она на самом деле эквивалентна Пи-2 формуле. То есть, это как бы такое дельта-2 определение. И в отличие от предыдущих ситуаций, каждая пара структур, там как раньше было, одна структура отличается от всех скопом. А здесь не так. Для каждой пары структур свое отличие какое-то есть Сигма-2. Причем оно эквивалентно еще Пи-2 отличию. То есть, они друг от друга дельта-2 отличаются, причем каждая пара по-своему. Я надеюсь, довольно естественное описание. Вот это Е3 распознаваемость. Вот такая вот тоже получилась. Ну и последнее, вот это Есет. Там уже все еще гораздо хуже. Уже можно на конечных семействах их отличить от Е0 распознаваемости. Просто берем пару линейных порядков ординал омега и порядкового типа целых чисел. Это не будет Е0 распознаваемо, но будет все-таки с этим Есет распознаваемо. И опять-таки, в принципе, согласуется с тем, что выше написано. Е3 непрерывно сводится к Есет, а обратно нет даже баррелевской сводимости. Вот. Ну, как раз у меня отлично. Пара минут есть. Я завершу парой открытых вопросов. Как можно видеть, что направление, оно только начало развиваться. Есть, я думаю, 3 или 4 опубликованных работы. Куча открытых вопросов. Например, более тонко исследовать тюринговой степени для инфекций-распознавателей. То есть был результат о том, что 0-стрих можно отделить от 0, что вообще происходит со всеми другими степенями, даже дельта 0,2, даже с вычислимой-перерислимой степенями. Пока не совсем понятно. И мы только чуть-чуть копнули. Вот мы выбрали, ну, я 3 описал отношения к эквивалентности, мы на самом деле там больше, конечно, смотрели, там штук 6-7. Но есть же гораздо большее отношения к эквивалентности, которые люди изучают в дисктивной теории множества. И вот можно ли как-то действительно так хорошо расклассифицировать по как раз их, обучательной способности. То есть, например, для ESET, мы кроме того небольшого результата, которым было выше, ничего не знаем. Ну, на этом все, наверное. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok